Девчонки, всем привет! Кто со мной еще не знакомый, меня зовут Настя. Спасибо, что вы ко мне заглянули. Сегодня у меня был запланирован кое-какой эксперимент с моими волосами. Я решила записать это на видео, а-ля, так сказать, до и после. В супермаркете я нашла вот такой вот продукт от марки John Fried. Я никогда вообще не пользовалась этой маркой, но я знаю, что она очень хорошая. У них много серий и для окрашенных волос, и для блондинок, и для брюнеток. Так вот, недавно я увидела на полке вот этот вот продукт, и он как-то заинтересовал меня. Это как будто бы кондиционер для волос, но только с легким тонирующим эффектом. На задней части упаковки нам показывают должный эффект. С более светлого оценка мы переходим в такой более глубокий, темный. Меня это заинтересовало, потому что я вообще поклонница очень сильно темных волос. Если честно, я иногда скучаю за своими черными волосами. Но окраситься я не собираюсь. Мне все-таки хочется сохранить натуральность моих волос. Честно признаться, я не отказалась бы затонировать свои волосы на один тон темнее. Поэтому, когда я увидела вот эту безобидную штучку, я решила попробовать. Это не окрашивание, это не тоника. Эффект не будет настолько ядреный. Тонику я держала в руках. И в инструкции к тонике пишется, что ее нужно использовать в перчатках. И это уже очень сильно настораживает. В инструкции к этому продукту ничего подобного не написано. Это, во-первых. Во-вторых, утром, когда я завтракала, я нанесла себе его на руку на 10 минут, а может быть даже чуть-чуть больше. И у меня остался такой легкий-легкий тауповый след на руке, очень сильно легкий, который не клонит в рыжину. И меня это очень сильно обрадовало, потому что я очень люблю холодные оттенки на волосах. И когда вот у меня выгорают на солнышке светлые такие пряди появляются, меня это очень сильно раздражает. Я не люблю эти светлые пряди. Для тех, кто не хочет красить волосы, не хочет использовать на своих волосах окислители, тратить деньги в салоне, вот есть такая вот замечательная вещь. И мне очень интересно, какой будет результат. Сейчас я пойду мыть голову. У меня уже 2 или 3 дня не мыта голова. Как раз уже пришло время. Пойду по мою голову и нанесу вот этот продукт. Давайте, прежде чем я уйду в ванну, я вас с собой не возьму, потому что там плохой свет. Да, я думаю, в помывке волос вы все знаете и ничего интересного не увидите. Вот такой консистенции, вот такого оттенка этот продукт напоминает маску, кондиционер скорее. И он вот такой вот просто коричневый. Что ж, дорогие друзья, я вас покину буквально на полсекунды и вернусь с мокрой головой. Вот я вам сейчас показываю, какой оттенок у меня сейчас. Я уже сделала фото до. Вот. У меня присутствует такой, знаете, какой-то ореховый отлив, а мне бы хотелось больше такого черного шоколада. Ну и в принципе эксперимент, знаете, абсолютно безобидный и безопасный, поэтому я... Даже если мне что-то не очень сильно понравится, он смоется буквально за одну или даже две помывки максимум. Ну что ж, я ушла. Так, ну что ж, я все смыла. Волосы такие, знаете, неплохие, вот как после кондиционера. Не могу сказать, как будто бы после очень такой интенсивной маски для поврежденных волос. Но как после такого хорошего кондиционера они спокойно расчесываются, они не путаются в приличном таком очень менее состоянии. Я на кончике нанесу свое любимое масло от Redken и приступлю к сушке волос для того, чтобы увидеть, что получилось с волосами, потому что сейчас они мокрые, они явно выглядят темнее. Но что произошло на самом деле с ними, мы увидим только после того, как я сделаю укладку. Кстати, когда я смывала этот продукт, вода текла вообще практически прозрачная, как будто бы я ничего вообще красящего и тонирующего на волосы не наносила. И ванна чистая и вообще, как будто бы вот действительно ничего не наносила. Так, я беру свой фен и быстренько делаю укладку. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот я уложила свои волосы и что я вам могу сказать? На самом деле результат настолько-настолько минимальный, что его практически даже не видно. Я не знаю, видите ли вы разницу или нет. Если честно, я ожидала чего-то более поярче и... Deeper Glow Нет, Джон, это не Deeper Glow, серьезно. Это не Glow, это обычный просто кондиционер для волос с ну еле заметным результатом. Но все равно вот у меня здесь есть мои вот светлые такие вот перышки, которые, ну, никуда не убрались. Я именно вот это вот золото, именно вот это вот такое золотистое что-то я хотела убрать, оно не убралось. Так что я считаю, что это деньги выкинутые на ветер, тем более, что оно смоется при первой... Что-то у меня чего измываться на самом деле. Оно смоется при первой помывке и здесь пишется, что нужно использовать один раз в неделю. Еще раз, результат на коробочке у нас вот такой вот. И я не знаю, я ничего не вижу. Или, может быть, я просто, знаете, ну, я не знаю, результат настолько минимальный. Единственное, радует, что я хоть ни в какую рыжину не ушла. Может быть, или, знаете, мне кажется, может, у меня больше пепла все-таки появилось. Но я правда хотела вот более такого явного, более заметного результата. И я не думаю, что со второго раза будет интенсивнее эффект, потому что, ну, я же, по-моему, голову шампунем. Шампунь все смоет. Поэтому вот максимальный результат, которым можно добиться, это вот такой вот. Я считаю, что игра не стоит свеч. Я отдала чуть меньше 20 евро и... Нет. К сожалению, мне как-то, не знаю... Мне не очень нравится. Напишите, что вы думаете, увидели ли вы разницу или нет. Я еще вставлю сейчас фотографию до и после. Я хотела большего, если честно. Я не хотела прям покраситься, нет. Но у меня были когда-то маски оттеночные. И вот они прямо реально очень круто оттеняли. И они смывались за три помывки волос. Вот. А это я даже не знаю, что это такое. Я знала, что Джон Фридо, в принципе, хорошая очень фирма. Но я немножко разочарована. Так что... Так что, да. Ходить мне с моими светлыми пейсами. Особенно летом. Я очень сильно не хочу, чтобы у меня выгорали концы. И я очень сильно не хочу красить волосы красками. Но, видимо, после лета мне все-таки придется это сделать. Ладно, девчонки, на этом все. Пойду дальше себя разглядывать в зеркало без этого света. Потому что мне светит прям бьет в лицо. И я так не очень сильно хочу при дневном свете себя еще нормально разглядеть. Всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. Спасибо, что вы были со мной. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok